Ребят, привет всем! Я, знаете, по совету одного из подписчиков на вот этом сайте 1nyc.gov оформил себе онлайн заявку на ID карту то что я нью-йорк, нью-йорк, что я в нью-йорке живу в общем никогда у меня такого не было никогда я был нью-йорк сам не был нью-йорк сам и думаю ну что лишнее не будет и тем более там говорят что вроде как бесплатное посещение всяких музеев и каких-то мероприятий и со скидками можно покупать билеты на разные развлечения детские и взрослые на спортивные мероприятия все очень просто мне потребовалось только моё ID который я получил когда сдавал теорию тест на вождение и все с этим документом сейчас поеду назначил себе время сегодня на 2.20 поеду туда что-то там видимо надо доделать потом почта мне придет на адрес а и кстати видели что у нас вчера в нью-йорке произошло давайте включу это видео посмотрите в общем-то это был троллинг какой-то или что-то на башне трампа вы сделали проекцию путин ему там что-то путин с флагом российским сказал крепить бро что такое ну вот он а форме еще а а а а а а а а Катерина тут себе машинку оформила, фонду, куфешку, в Лизинг, по-моему, не знаю, сколько стоит еще, честно говоря, не знаю, что-то 1015, по-моему, как же она называется, сейчас подойду, и тот говорит, ты что ушел пешком, машина есть, кататься надо, в общем, проявляют теперь желание, всех нас развозят, Оксанку увезла на работу, я пошел, она говорит, ты куда пошел до метро, давай я тебя в Бруклин. Ну, давай, говорю, отвези, сейчас он подъезжает, поснимаем, там, по-моему, наверное, еще 100 миль она не наездила, может, чуть больше 100, когда ее забирала с салона, 10 миль пробег был у нее, ну, сейчас, ничего себе, беспредел, Красивая, ну-ка, как называется-то, я забыл, а, аккорд, купешный аккорд, Яндекс.Такси? Ага. Я рассказываю ребятам, девчатам, а забыл, это, сколько она стоит-то вообще, машина в салоне-то? Вообще полная цена 24 тысячи, там 20, 30, а 124. А, я что-то сказал, 16, 24, а какая была 16, 16 была какая-то? Какая-то другая фонда? Ну, ты знаешь, что может быть Кит, самая маленькая, которая, но я, честно говоря, не помню. Сколько пробега-то уже, 111 миль? Да, зала было 10. 10 всего, да. Ладно, девушка, в Бруклину. Ага, договорились. Едем с Катей, говорим, я говорю, что, когда, в общем, Нью-Йорк, ребята, с общественного транспорта и Нью-Йорк на машине, это две разные вещи, абсолютно две разные вещи. На общественном транспорте ты там где-то в подвале под землей проехал, чего-то вышел, бат, все, пожалуйста. А тут едешь и все масштабы вот эти ощущаешь. И я говорю, вот сидя в квартире или ходя просто по Квинсу или по Бруклину, не так ощущаешь, что ты переехал вообще в другую страну, на другой континент, нежели когда ты вот едешь на машине и все это вокруг, вот просто раскрыв, вот смотришь. Катя говорит, то же самое, да, что ты сколько лет здесь живешь и виды на Манхэттен, с какой бы стороны там этого не было, всегда дух захватывает. Вот сейчас, кстати, будем проезжать какое-то место, говорит, очень будет отличный вид на Манхэттен, как раз, сейчас все это снимем. Ну а вот у кого-то машинку отобрали, то же самое, как у нас. Нет, это, наверное, ремонт какой-то, потому что, смотри, на ней, где стоят, это как пожарники. А, это на колесах, что это, пожарники? Не, не, вот, которая, видишь, сверху поехала, да? Ааа. Это пожарников, машина, там вот, на которых стоят FDNY, это Fire Department, пожарники. А, понятно. Можно просто поехали чинить. Ааа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А что такое? Нет, открывай. Я скажу, что это обычный, кстати. Нет, примерно. Да. Да, вот сидим еще с Катей, говорим по поводу, ты прошлым летом, да, вы ездили в Каролайн или куда? Сейчас прервемся. Все, ребят, закончил я там, заполнил, в общем, форму по ID именно города Нью-Йорк. Тут я получал ID именно штата Нью-Йорк, а здесь заполнил форму на ID города Нью-Йорк. Иду по улице Нептун, такая вот. И вот сейчас вон там где-то поговорю по поводу работы. Что-то там надо было с фотошопом связанное. Не знаю, посмотрим, что там сейчас мне скажут. Decor and Wipe, по-моему, называется. Я думал, что как в типографии. У меня как-то у нас с ребятами была раньше типография. Прям такая большая типография. И я думал, что это с печатными машинами связано. А мне говорят, что что-то в фотошопе. Не знаю, сейчас узнаю. Темка. Здорово. Здорово. У меня теперь мохнатка, мне теперь не страшен ветер. Ништяк. Наверное, я надеюсь. Встретились. Мы с Набрайтами. Да. Что, расскажи, как у тебя американская жизнь складывается. Кайф. Болею, вот, блин, никак выздорить не могу. Нос сломан, говорит, просуда из-за этого долго проходит. Ну, да, нос мучает, усталая от этого уже. Ну, ничего, вторую работу нашел себе. Ну, в смысле, как вторую. Вместо первой. Уже за 10 долларов в час. А было за 8. 8.40 в час. 8.40? Да. Ну, вообще, здесь по всем принципам 7.40 должна быть зарплата. И с такими напевами. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Типа, да. Вот. По десяточке платят. 10 часов в день. 10-11 часов в день. Ну, расскажи хоть, в чем заключается твоя работа. Да, упаковывать товар. Потом на почту его отвезти надо там. То есть сортировать его, смотреть наличие, ну, по количеству. Я сегодня вон ходил в типографию. Не типографию, а на стеклах печатают. Говорю, где-то, может, сходишь тоже? Да можно, но... Мы же видите, почему у нас все так долго происходит. Мы же ищем работу какую-то с целью, чтобы через пару недель отжать этот бизнес. Небо, смотри, какое в кадре. Да, крутяк. Да, стоим вот на Брайтоне. Тут сзади нас, смотрите, ресторан Татьяна. Гриль, а рядом еще и не гриль, там где-то дальше. Говорит, дорогой. Говорят, дорогой. Что-то мы, смотри, в темноте с тобой. Да, мы в Тиньке, здесь прохладно достаточно. А на улице, точнее, а там жарко. Поэтому надо беречь голову. Завтра на работу. Солнечная. Завтра пойдешь на работу? Да, пойду на работу. Я два дня отлежался. Итого вместе с выходными четыре получилось. Нормально. Нормально. Жить буду. А если у кого-то сейчас есть вопрос, почему на канал свои видео не снимаешь, что скажешь? У меня депрессия сейчас. У меня сейчас творческая депрессия. У меня иммиграционный ступор. По березкам включаю. А ты не хочешь снять какое-нибудь видео, типа американцы пробуют невкусные русские пельмени? Или борщ. Нет, борщ уже пройденный этап. Зелёдку под шубу его. Да, да можно. Тёплый холодец, например. Я даже сам ненавижу его. Как его заливное. Какая гадость, эта заливная рыба. Вот, девчонки, сейчас вам покажу, смотрите. Какие накачанные там идут испанцы. Или не знаю, или не испанцы, или мексиканцы. Не важно. Ну, в принципе, они, я думаю, что мы с тобой не хуже. Да? Я тоже накачал. Он сейчас взял, короче... Мы сюда подходили, он взял майку, скинул. Я говорю, что, сдурел, что ли? Сейчас в обморок все попадают здесь. Давай, прекращай. Ну да, а что? Я же наврать им не могу. Пойдем мимо Татьяны, прогуляемся с подснимем. Кого подснимем? Куда ты выпросила сегодня пойти меня? Кататься на фуникулере. От Манхэттена до Рузен-Дайланд. Ну, давай теперь подробнее. Ребят, мы сейчас едем в Манхэттен. Не, ну, надо сообщить сначала. Мы сейчас едем в Манхэттен. Там сядем на трамвайчик, который по воздуху идет. На канатную дорогу. И приедем на нем, на остров между Манхэттеном и Квинсом. И там как-то будем добираться до Квинса домой. Правильно? Да. Молодец. Улыбнись. Мне пишут, что я крепляюсь. Мне так охота покребляться как-то. Мне пишут, что я толстый. Мне так охота похудеть. Да, мне наоборот охота покребляться. Ну что нам теперь в логе? У меня очень противная натура. Если мне пишут, что я крепляюсь, я буду делать это еще больше. Я тоже такой же. Мы нашли друг друга. Что нам теперь в логе не снимать, что ли? Да. Большинству нравится. Ну хорошо. Наша динамика и как мы снимаем. Понимаешь, ведь люди какие. Они не любят нас. Мы им не нравимся. Но они смотрят. Кто? А, ну кто пишет? Да, и не нравится нас смотреть. Это нормально, привыкай. Уважаем. Но они смотрят. Все же какая сила воли. Представь, если когда-нибудь будет 10 тысяч зрителей, а не 4200, как сейчас. И будет в два раза больше таких людей. И будут писать в два раза больше. И что ты на это все внимание будешь обращать? Не обращай. Хочешь, комменты закроем? Хочешь? Значит, нравится тебе. Я же люблю читать. Так, ребят. Чтобы нам на трамвайчик пойти, нам нужна как станция? Лексингтон. Да. И 59-я. Это 60-я. Куда идем? Куда-нибудь туда? Куда? Я бы пошел туда, где Макдональдс. А ты? А ты бы где, бутики? Пойдем. Слушай, а почему ты говоришь, что тебе недорого? Не, ну окей. Там дорого, я согласен. Ну я вот на полтишку, короче. Чаевые плюс шашлык и курица. И попить. 50 долларов. 50 долларов отдал? Ну я осталась, да, 50 долларов. Я не помню, что-то. Так, слушай, а почему тут вкусно или что? Ну, вкусно. Вкусно? Вкусно и большие порции. А Григорий Лепс не поет здесь тебе? Здесь какие-то люди пели в воскресенье. Я не помню, что-то про Боинист. Что-то такое. А здесь живая музыка, да? Нет, вот там. Там вот на променаде была. А, вот здесь на променаде? Ну смотри, подожди, а это получается Татьяна просто этим пользуется? Я не знаю. Татьяна, приходите, у нас будет живая музыка. А напротив здесь мужичок с гармошкой, поиграй немножко. А, ну это Найт Клаб. Где? Вон, ресторан Найт Клаб. А Татьяна это еще и Найт Клаб? Да, там еще и шаурмешная какая-то. Хорошо. Слушай, дома такие прикольные. Да. А вот дальше вообще дома супер крутые. Вон тебе? Да. На Новосибирск похоже. Девятиэтажка московская. Так, мы с тобой прямо сейчас пойдем куда выйдем. Знаю, я-то так далеко не ходил. Да, ну пойдем вот здесь пройдем. Посмотрим. Ну, выйдем точно на Лабрайтон, просто на какую часть брайтон. Смотрите, ребят, велосипед утащить не смогли, но разобрать разобрали. Все. Остались. А почему колеса, кстати, не сняли, думаю? А я думаю, может, это дополнительная страхутка, чтобы не украли. Хотя такой хребский, лишь смотри. Что, думаешь, по страховке денег получит? Да. Да? Да, что, нет. А чапури написано, нет? Да, мы вернулись на Брайтон. Вот дядечка пленок красивых. Темка, давай, все. Дубль два, блин. Давай. Все, попрощались мы. Вот, ребят, дошли. Вот так вот выглядит это все. Вон, очередь, я вижу, стоит наверху. И сейчас вот с этого вот, видите, впереди красенькое. Туда поднимемся и вперед на остров, в сторону Квинса. Сейчас все снимем. Вот Манхэттен, слышите, как живет? И днем, и ночью. Рузвелл, Айленд Трамвей. Вентрус? Короче, вообще это стоит 274 доллара, так как на автобус и на метро. Но у нас трансфер, так как мы в метро уже заплатили. И все. У нас будет трансфер, но вагончик уже заполнен. Будем ждать другой. Поедем вон туда прямо. Ну вот, смотрите, как вагон едет. Там очень много народа. Общественный транспорт такой. В общем, ребят, здесь и по земле, и под землей, и по воздуху, и по морю можно как-то передвигаться. Этот мост ведет в Квинс. А что, типа, что-то лучше видно? Ну? Что-то лучше видно. Ну что? Ну, вокруг, все. Как Манхэттен-то там. А где там? Право. С той стороны. Надо было к тому отверстия, но почему-то и не встал. Надо было к первому бежать, если ты знал. Что? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Что прикольно. Вышли такие, сели в автобус. Не знаю, что-то. Я говорю, что сейчас какой-то в отель отвезет в автобус какой-нибудь или в аэропорт. Ненормально, на поезд приехали. Так, а подожди, мы сейчас на F-Train, потом как? Одну остановку, потом на автобус и домой. А, на автобусе? Отлично. Отвоем любимый. Да, я люблю, ребят, на автобусах. Ну, то есть, если выбирать между автобусом и поездом, я лучше на автобусе. Да, потому что... Значит, это как-то мне под землей. Ну, как минимум, неинтересно. Снаружи хоть смотришь, а тут скукота земля под землей. Мне интересно. Вот там еще один из столов. А ты можешь вот так вот прыгая и прыгая через одну и убежать туда? Получается, под водой сейчас? Под водой там едем или под нас? Ну, я не знаю. Под водой я знаю только в Англии есть. Пусть тоже есть. Кажется. А, тут тоннеливость. Для машин. Под водой? Да. И где? Через... С Прухливым, Ванхэттен. Платненький, по-моему. Да, здесь все платненько. Бесплатненько только... Бесплатненький? Да. У нас... Да, у нас говорится только бесплатно, только страшненький и красивенький. Нет. Как в польском говорится. Бесплатно только... Красивенький и страшненький, но богатым. Короче, не знаю. Еще одна? Походу, реально под водой. Ребят, мы говорим, видите, как сделано? Как будто, правда, под водой станции. Мы сейчас под водой поедем вот туда, в тоннель. Да, я говорю, прикинь бы, правда, сделай, чтобы стеклянные были, видно, как рыбы плавают. Я говорю, такое, наверное, только в Дубае и в Астане, возможно. Это наше? Да. Поехали. Одну остановку, да? Да. Поехали.